Нехватка стеклянной тары привела к затору. Несколько дней подряд северодвинцы не могут сдать анализ крови из-за отсутствия пробирок в третьей поликлинике. Почему северодвинцы вынуждены простаивать в очереди из-за нехватки расходных материалов, выяснял Дмитрий Ефимов. Ежедневно здесь, в стенах третьей поликлиники, проходят заборы крови у жителей города. Каждый день северодвинцы стоят в очередях, чтобы сдать свой анализ. Правда, до многих очередь так и не доходит. Ирина уже в третий раз пришла сюда попытать удачу около дверей процедурного кабинета. Она и еще около ста северодвинцев стоят в очереди на сдачу крови. Однако не у всех получается сделать это с первого раза. Я вчера и позавчера, я пришла достаточно рано, простояла в очереди полтора часа, мне сказали, извините, пробирок больше нет, восемь пробирок осталось. При том, что я болею, для меня это сложно сюда ходить постоянно. И тут очередь на все три коридора тянулась. Людей очень-очень много. Некоторые пациенты не попали в бесплатный процедурный кабинет и отправились за платными услугами в другую клинику. Но там они столкнулись с другой проблемой. Сходила в платный кабинет и попробовала, может быть, думаю, я платно сдам. Тоже не решилась на эту платно сдать, потому что мне насчитали, в общем-то, 650 рублей. Вот за этот анализ я должна заплатить 650 рублей. Я не готова к такой сумме, зарплата у меня не такая большая. Сегодня Ирина все-таки дождалась своей очереди. Правда, задержалась в кабинете ненадолго. Работники поликлиники называют нехватку пробирок настоящим коллапсом. Говорят, к такому результату привели нововведение Минздрава и неполадки с поставками стеклянной тары. У нас проблемы были с пробирками в течение, получается, понедельника, вторника, среда, вот эти три дня. То есть, да, потому что там, как говорится, проблемы с аптекой, с котировкой там. У них там свои, как говорится, заморочки в этом плане, что сейчас на конкурсной основе все это должно проходить. И поэтому сейчас конкурсы выиграла фармацевтическая компания, которая осуществляет поставки нам. Раньше желающим сдать кровь приходилось получать номерки. Всего за день проходило около 60 человек. Теперь по новым правилам по назначению врача больные могут сдать анализ в тот же день. Так что в очереди ежедневно стоит больше 100 северодвинцев. Медики обещают, проблем с забором крови больше не будет. Новая партия пробирок поступила в третью поликлинику уже сегодня. Дмитрий Ефимов, Андрей Синачин, Вестник, Северодвинска.